привет друзья вам наверно сложно поверить но 75 процентов вопросах это по клизмам я всегда думал господи так что ж тут такого сложного в этой клизме нет сложно оказывается будем сегодня говорить о клизмах для чего они нужны что и как первое когда мы делаем клизмы мы должны вообще-то понимать от что мы преследуем тем что мы делаем клизму мы как говорят очищаем толстый кишка от чего мы его очищаем что там есть от чего его надо очищать если мы делаем клизму мы должны понимать что мы должны донести туда определенные вещества которые попадут в ткани попадут в кровь пройдут по венам кстати клизмы по донесению в организм всевозможных веществ начиная там от соды перекиси боли головы опять же это самое являются такими же сильными как и внутривенные капельницы поэтому поэтому мы должны понимать для чего нам нужна клизма если мы хотим туда загнать синглетный кислород активный который убивает всевозможные наросты опухоли всевозможные уплотнения спайки не язвы в толстом кишечнике то если мы предположим 200 грамм клизму сделали это вполне достаточно потому что тогда этот синглетный кислород начинает работать также начинает хорошо работать всевозможные яды и так далее и так далее и так далее более того они попадают в вену которая очень близко расположена в районе ануса и все это попадает в организм это все очень просто теперь задают вопрос сколько надо держать клизму друзья мои все это эмпирическим путем естественно нам надо и работать предположим там еще что-то вы подержали вы почувствовали что у вас есть позыв сходить туалет соответственно сходили в туалет если вы почувствовали болезненные ощущения потом надо промыть это холодной водой все это я рассказываю на занятиях и только сами вы сможете разобраться в тех вопросах однако не надо там каких-то таких жутчайших промываний по 20 литров это абсолютный бред обыкновенная клизма это 200 граммовая клизма она простая она абсолютно ничего тут нам главное донести со стороны толстого кишечника почему со стороны толстого кишечника когда мы принимаем уральну оно попадает желудочно-кишечный тракт там есть кислоты там и щелочи там если ферменты ну все-таки каким-то образом как я считаю лучше это делать все через толстый кишечник поэтому делайте и в процессе этого делания вы увидите как растет ваше мастерство на сегодня все